Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы добыли на верше и рукоять клинка Мироноса или бритвы Мироноса. Теперь мы находимся близко к крепости Треснувшей Бивень, где находятся обломки клинка. И, собственно, туда мы сейчас и отправляемся. По идее, нам сейчас нужно вернуться к Астрид. Давайте-ка мы заглянем к ней сразу, раз уж мы прямо тут находимся, около нее. А потом, уже сейчас взявшую у нее квест, мы двинемся дальше по своим делам. Раз все по пути, грех этим не воспользоваться. Так, наша милая гильдия очень добрых людей. Так, Астрид. А, вот и ты. Ну и как тебе первый настоящий контракт? Наверняка поинтереснее, чем то, что предлагает Назир. Честно говоря, знаешь, я даже не вспомнил, кто был тот человек, который я убил. А, вот и ты. Ну и как тебе первый настоящий контракт? Давайте помолчим. Ну ладно, я уважаю твою осторожность. Теперь мне нужна твоя помощь в более… личном деле. Что-то не так? Да, меня волнует Цицерон. С самого его приезда он вел себя странно, не сказать хуже. Боюсь, он совсем ошалел. Но это еще полбеды. Он начал запираться в чертоге матери ночи и разговаривать с кем-то. Тихо, но очень возбужденно. С кем он говорит, что они задумали, я опасаюсь предательства. Помолчи. Что ты хочешь от меня? Пойми, если Цицерон настроит других против меня, против нас, наша семья не переживет такого раскола. Что мне нужно сделать? Я хочу, чтобы ты прокрался в эту комнату и подслушал их разговор, брат. Ты не сможешь спрятаться в тени. Они тебя наверняка заметят. Нет. Тебе нужно укрытие. Место, куда они не подумают посмотреть. Например, гроб матери ночи. Ну, ладно. Возражений нет? Хорошо, тогда иди. Поспеши на их встречу. И сообщи мне все, что узнаешь. Обалдеть. Так, ну что? В принципе, ладно. Не будем уточнять все, что нужно знать. Так, а где гроб? Гроб у нас... Почему ты все еще здесь? Поторопись, пока... Успокойся, слышь. Так. Так, так, так. Эээ... Гроб, видимо, вон там, да. Хорошо. Хорошо. В гроб забраться. Это ж надо. Скандал, интриги, расследования прям. Блин, я так и сомнезии помню. Ничего хорошего там не было. Хорошо. Ой, красавица. Мне часто слушать? Ох... Мы одни? Ах, да. Да, одни. Желанное одиночество. Никто не услышит. Никто не побеспокоит нас. Все идет по плану. Остальные... Я говорил с ними. И они с нами, я знаю. Волшебник. Фестус Крэкс. Может быть, даже аргивианин. И не дитя тоже. А, а как же ты? Ты? Ты говорила с кем-нибудь? Нет. Нет, конечно, нет. Мое дело говорить, выслеживать, видеть и объявлять. Мое! А что делаешь ты? Ничего. Нет. Я не злюсь. Нет. Никогда. Цицерон понимает. Цицерон всегда понимает. И повинуется. Ты заговоришь, когда будешь готова. Правда? Правда же? Милая мать ночи. Бедный Цицерон. Твою мать. Дорогой мой Цицерон. Такой верный слуга. Но он никогда не услышит мой голос. Он не слышащий. Только не с рукой меня. Ой, ну как же мне защитить тебя? Как нанести твою волю, если ты не говоришь ни с кем? Но я буду говорить. Я буду говорить с тобой. Потому что ты слышащий. Да ты. Ты, кто делит со мной мою железную гробницу. Кто согревает мои древние кости. Я даю тебе задание. Поехать в Лундрут. Поговорить с Омоном Матьяром. Бедный Цицерон подвел тебя. Бедный Цицерон просит прощения, милая мать. Я пытался. Я так старался. Но я не могу найти слышащего. Скажи Цицерону, что время пришло. Скажи им те слова, которых он ждал все эти годы. Тьма наступает со смертью тишины. Что? Какая нисть. Осквернение, измена и кощунство. Осквернена святость гроба Матери Ночи. Объяснись. Немедля. Говори, церпь. Ой, какая плохая озвучка. Мать ночи говорила со мной. Она сказала, что избрала меня. Она говорила с тобой. А предательство. Предательство и обман. Ты лжешь? Мать ночи говорит только со слышащим. А слышащего? Слышащего нет. Подожди. Она велела сказать тебе, что тьма наступает со смертью тишины. Она так сказала? Она сказала это тебе? Тьма наступает со смертью тишины. А это верные слова. Связующие слова. Записанные в книгах хранителей. Знак, которого я долго ждал. Единственный мамочкин способ поговорить с милым Цицероном. Значит, это правда. Она вернулась. Наша госпожа вернулась. Она избрала слышащего. Она избрала тебя. Слава слышащему. Супер. Супер. Во имя Ситиса довольно. Прочь, глупец. Твоим планам не суждено сбыться. Ты в порядке? Я слышала переполох. С кем говорил Цицерон? Где сообщник? Покажись, предатель. Я говорил с матерью ночи. Я обращался к ней, но мать ночи не ответила. О, нет! Она говорила только с ним, со слышащим. С кем? О чем ты? Что это за бред? Это случилось! Случилось! Мать ночи заговорила! Молчание прервано! Слышащий избран! Поворот, да? Когда я услышала, как верещит Цицерон, я поняла, что тебя обнаружили. Я боялась худшего. Ты в порядке? Молчим. У тебя такой вид, как будто тебе призрак явился. Пожалуйста, скажи, что это не так. Цицерон утверждает, что он говорил с матерью ночи. Но она говорила с тобой. Это правда. Мать ночи заговорила со мной. Она сказала, что я слышащий. Что? Так Цицерон ни с кем больше не говорил. Только с телом матери ночи. И мать ночи, которая по всем легендам говорит только со слышащим, заговорила. Сейчас. С тобой. Клянусь Ситисон. И что она сказала? Мне нужно поговорить с человеком по имени Амон Матьер в Волундруде. Амон Матьер? Понятия не имею, кто это. Но Волундруд. Про него я слышала. И я знаю, где это. Значит мне отправиться в Волундруд и поговорить с этим Матьером. Хм. Нет. Нет. Слушай, я не знаю, что тут происходит. Но я пока еще твой начальник. Это понятно? Мать ночи может и говорила с тобой. Но я все еще глава этой семьи. Я не позволю так просто лишить меня власти. Я... Я должна подумать об этом. Иди к Назиру. У него есть для тебя работа. Я найду тебя, когда буду готова обсуждать этот вопрос дальше. Ты слышащий. Ты слышащий. Ты слышащий. Ты слышащий. Я хорошо послужил матушке. Ода. Хе-хе. Да, довольно необычно. Неожиданно. Но я думаю надо закрыть. Ты слышащий. Ты слышащий. Я хорошо послужил матушке. Ода. Уходим. Так, Назир. Назир, ты где? Назир у нас прямо тут. Редгард. Хорошо. Назир это у нас Редгард такой брутальный, да? Да-да-да. Вставай. Ну ладно. Столько контрактов, а времени кот наплакал. Астрид просила повидать тебя на предмет работы. Что ж, ты как всегда вовремя. Ко мне поступили два новых контракта. Один легкий, а другой немного потруднее. Первый твой объект это Орк Барт по имени Лурбук. А второй вампир по имени Херн. Доброй охоты. Так, а Лурбука я не убил в свое время? Удачи! И береги задницу, чтоб не пришибать. Что-то имя знакомое просто. Ну ладно, с этим мы разберемся. Сейчас нам нужно добыть. В наши дни все слишком увлекаются ножами и стрелами, а точное заклятие убивает не хуже стали. Тебе от меня что-то нужно? Да нет, мне охота посмотреть, что у нас тут вообще есть. Мне сказали, что тут где-то лежит записка что ли какая-то. Так, я потерял свои пищи и принадлежности. В любом случае у меня нет времени разводить писанина, на это ушли целые недели. Но наконец-то я нашел его. Убежище Темного Братства. По крайней мере одно из них в Скайриме под дорогой в лесу. Я наблюдал за ними ассасинами, как они приходят и уходят. Эти болваны даже не догадываются, что за ними следят. Моя следующая цель пробраться за зловещую черную дверь в само убежище. Мне просто некогда думать об опасности. Правда должна быть открыта. Ну молодец, что, флаг в руки. Пусть лежит у тебя эта записка. Что тут сказать? Примю Дарвина человеку. Примю Дарвина. Астрид видели, да, как напряглась? Все уже почти позабыли. Древняя традиция. Так, у нас есть клинок, кстати говоря. Вот такой вот. Если его заточить, нам нужен абонитовый слиток. То будет 37. Для клинка, по-моему, просто прекрасно. Жаль, что у меня нет абонитового слитка. Вот у тебя, допустим, нету? Нет. Ничего нету. Ладно, выходим. Я дам знать, когда буду готова обсуждать этот вопрос. И, собственно, двигаемся, собственно, туда, собственно, куда нам, собственно, и надо. Хорошо. Лошадка. Морфоломей. Теперь нам не особо далеко скакать. Хорошо. Куда-то в глушь, в чащобу. Волки позорные рядом. Так. Ну, местности бытаемые. Видите, тут пеньки. То есть, лесорубы какие-то, похоже, работают. Лошадь. Почему тебе нельзя приказать тупо стоять на месте? Ведь тебя же сейчас убьют. Так. Давайте сохранимся. Как раз, блин, посветлело. Неожиданно. Когда не нужно. Так. Может поговорим? Ладно, поговорить не удалось, короче говоря. Ты ничего не перепутал, бандит. Я вас уровня на десятом уже научился убивать одного удара. Вы все лезете. А мы уже тут и в дамках. Да шо ж ты делаешь? Ой, дракон прилетел. Опять, а. Что ж мне так везет на этих драконов. Ладно, сохраняемся. Тут хотя бы есть для прятаться. Да. Даже слишком просто. Так, вон дракон летает. Он как хочет, нет, со мной общаться. Или он там просто летает. Да, до сюда он похоже не долетит. Ну да ладно. Я не испытываю какой-то там острые нужды в душе драконов. У меня их просто дохренище. Я даже, я думаю, сейчас красться не буду, потому что он натуральный, а их сильнее уровней на двадцать, наверное, как минимум. Что мне от них прятаться-то? Пришел да убился их. Подожди. Что-то так постоял-постоял, я даже не прятался от него. Ладно. Ух ты, сильный. Так. Испуг, говорите, да? Испуг у меня открылся. Такого мы еще не пробовали. Страшно? Да нет, слишком силен. Как я и предполагал, крик довольно-таки бесполезный. Да что ж ты. Эм, опасно. Что там у меня по пище есть? Сырлый ассасин давай, что ли? Окунь съедим. Так. Ну и давайте одно зелье какое-нибудь. Хорошо такое дело. Такое вот, не особо сильное. силен силен не по годам ключ от хранилища так довольно таки хреновенький видимо туда подожди видимо я просто ключ его взял теперь мне надо двигаться дальше что ли я так понимаю потому что у него ничего нет странно да у него нет ничего хорошо что что делать так ведь обломки блин непонятно нет однозначно показывает сюда но то и вопросов нет давайте искать где у нас еще вход то есть сюда есть хорошо лишь сработал блин необычный так что у нас тут может быть давайте посмотрим друг че хорошее боли болин блинский так и похоже опять скорее вышел то что ж такое на как бы там ни было пока что у нас все получается это не радует так хорошо на тишина шли мак от фирменный хорошо как нам открыть эту дверь видимо так про что нет ничего вот есть лично блин кругом ловушки на уж конечно воротили только так только в путь так ну что вот они нормально все можно врататься возвращаться больно-то мне тут ловить нечего сейчас переместимся в данстар и посмотрим что за кинжал так карта данстар начали его лошадка мы куда-то пропала придется пехом идти принципе не особо далеко единственное что он может там спать уже к этому времени я думаю это нас не остановит так ладно надеюсь без проблем он нам отдаст этот клинок я все смотрю на камень в эфесе ни единого изъяна у меня с собой все части клинка бритвы мироноса ты только взгляни вот она легендарная острота оружия до эдра чудо а вот и награда за обломки клинка наконец-то наконец-то все части бритвы в моих руках пора открыть тебе кое-что есть и четвертая часть это ножны в витрине они созданы для бритвы и это еще не все я знаю как собрать все части вместе нужно только отнести их в святилище догона и вызвать самого владыку хаоса ты полагаешь догон сможет восстановить бритву я с самого детства знал что у культа мифического рассвета великое предназначение а теперь я понял в чем оно неужели не понимаешь судьба привела тебя прямо ко мне и к обломкам догон ответит на наш призыв мы почти у цели встретимся у храма хорошо любопытно так на витрине где здесь здесь ножны видимо он их с собой упер что ли куда-то ну ладно потом прояснится задается мне что он захочет себе этот ножик оставить но наивняк конечно так я тут был нет я там не был ладно буду я там я думаю какой снег идет думаю буду в следующей серии но пока что все продолжим в следующих сериях пока что мне нужно передохнуть с вами был артур всего хорошего пока 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 а 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